Мы не уступаем по современным технологиям в агрокомплексе ни одной ведущей стране мира. И ситуация нынешняя показала и подтвердила то, что мы конкурентоспособны. Поэтому я не только предлагаю поставки вам продукции сельского хозяйства и от вас получение продуктов питания, я предлагаю вам более серьезную работу в агропромышленном комплексе. Опыт у нас есть в Амурской области, в Сахалине, вы это знаете, на таком расстоянии мы строили молочно-товарные комплексы у вас, оснащали их хорошим скотом и они сегодня хорошо функционируют. Инфраструктура, инвестиционные проекты, которые вы осуществляете, если вас устраивают наши строители, пожалуйста, мы готовы работать под ключ, в том числе и жилищное строительство, и школы, мы уже показали. В России как мы можем делать детские сады, университеты. Вот мы по просьбе президента России подключились к строительству мощнейших объектов во Владивостоке. Восточный космодром, отдельная тема. Мы там будем работать, уже начали работать. Готовы работать и в Хабаровском крае, если у вас будет такая необходимость. Готовы поставлять вам и создавать объекты по водоочистке, водоотведению, канализации и так далее. Готовы поставлять вам автомобили любой грузоподъемности, начиная там от 10 тонн до 450, которые мы самосвал создали, карьерные. Погрузчики, амкадоровская техника, строительная, лесосаготовительная, дорожная. В общем, весь комплекс, который будет необходим. Я это так подробно говорю потому, чтобы в России никто не переживал по поводу разного рода санкций. Мы сами можем справиться с любыми проблемами для того, чтобы обеспечить нормальную жизнь людей на просторах нашего отечества. Просто надо немного времени для того, чтобы и расширить производство, и развить вот эту кооперацию, о которой я говорил. Словом, я вам благодарен, Михаил Владимирович, что вы приехали в Беларусь. Сейчас вы своими глазами посмотрите, что вам нравится, что подходит, и будем в Хабаровском крае вместе создавать ту базу, на которую можно будет опереться и развивать тот далекий край, но край наш.